Добрый вечер. Главная новость наступившего года в том, что Владимир Путин, надо сказать, весьма изящно назвал техническим вопросом. У нас в стране часто технические вопросы оказываются главными. Итак, вторым человеком в российском государстве стал человек-специалист в области финансов и экономики. Это очень обнадеживает, что, может быть, наша экономика отныне будет не только теневой. Здесь и сейчас, из Белого дома с нами первый вице-премьер правительства России, министр финансов Михаил Касьянов. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Собственно, мы с вами не смогли выйти вчера в эфир. Нам пришлось перенести наш диалог в прямом эфире на сегодня. Программа не вышла в эфир по причине того, что вы просто не приехали. И очевидно, что по причине каких-то принципиально важных для государства дел. Добрый вечер. Я прошу прощения за то, что я вчера не смог принять участие в запланированной передаче с моим участием. Действительно, мероприятия, которые проходили в Кремле, не позволили мне прибыть в студию сегодня. Надеюсь, компенсировать. Да, вот, собственно, давайте будем компенсировать. Думаю, что для большинства, неискушенного большинства зрителей, даже тех, кто никогда не видел доллар, единственным, так сказать, качественным показателем развития нашей экономики является курс доллара. Последние скачки вот нескольких дней. Какие из этого делать выводы, на ваш взгляд? Ну, я думаю, выводы, они не глубокого характера должны быть. Пояснения, в принципе, даны уже представителям Центрального банка. Может быть, вы что-то добавите? Да, прежде всего, это сезонность. Затем, некоторая неопределенность в политике в отношении обязательной продажи валютной выручки. Вы знаете, что этот вопрос обсуждается, и он будет продолжать обсуждаться в правительстве. Это не мера сегодняшнего дня, это правильное направление. Но до этого решения вопрос должен быть связан с целым комплексом других, решением других проблем. Прежде всего, вопрос по валютному контролю и утечке капитала. Но если я вас правильно понял, в любом случае, по крайней мере, на ваш взгляд, доллар не может быть таким вот показателем, курс доллара не может быть показателем в состоянии экономики для граждан. А что тогда, на ваш взгляд, более качественный показатель, но не менее понятный для людей? Александр, это является показателем, но не является в течение двух дней. Если такая тенденция будет продолжаться в течение месяца или двух, это будет говорить о том, что в экономике происходят негативные тенденции, и инвестиционные сообщества не очень верят в стабильность. Но этого, надеемся, не будет происходить, и для этого мы предпринимаем все меры. Я знаю три вопроса про деньги, которые интересны не только экономистам. Собственно, первый и, по-моему, главный, откуда их взять? Вот в этом смысле правительство, на ваш взгляд, откуда возьмет больше денег, чем, например, раньше? Вот какие у вас есть на этот счет идеи у нового правительства, скажем так? Есть два периода. Это период 3-4 месяца предстоящий и период после президентских выборов. Если мы говорим о периоде, в котором мы сегодня живем, есть несколько целей и задач, которые правительство, нынешнее правительство должно решить. Прежде всего, это закрепить те положительные тенденции, которые у нас образовались, мы сумели достигнуть на конец года, продолжить погашение задолженности федерального бюджета перед, прежде всего, организацией бюджетной сферы. Это в области культуры, образования, здравоохранения. По коммунальным платежам, в частности, это очень такая тяжкая доля, которую эти организации несут. Далее, вы знаете, что исполняющей обязанности президенту принято решение о увеличении пенсий правительства. Изыскало соответствующие средства, и с 1 февраля пенсии будут на 20% проиндексированы. Затем целый ряд мер по индексации заработной платы, которую мы намечаем с 1 апреля, также ввести в жизнь. Есть другие соображения, как сбалансировать бюджет февраля и марта, с тем, чтобы показатели, заложенные в утвержденном уже законном бюджете, были реальными, и никаких негативных тенденций не появилось. То есть, тот позитив, тенденция позитивная, заложенная в четвертом квартале прошлого года, она продолжалась вновь. Но, собственно, а где эти деньги взять? Ну, мы тут считаем, может, не очень, так сказать, квалифицированно. В бюджет заложено 6 миллиардов долларов внешних заимствований. Как я вот посчитал, значит, 100 миллионов от Семьерного банка вроде бы получаем, и ждем, что нам японцы дадут еще 100 миллионов. Но, так сказать, откуда деньги-то возьмутся на все это? Это не единственный источник финансирования бюджета. Очевидно, но один из значительных. Один из существенных источников финансирования дефицита бюджета. Правильно вы отметили, что в последние дни декабря мы получили 100 миллионов долларов от Мирового банка. Вчера мы получили 100 миллионов долларов от правительства Японии. Это хорошая сумма, но не закрывает, конечно, все существующие проблемы. Поэтому мы разрабатываем целый ряд альтернативных источников мер по источникам финансирования. Уже есть соответствующие наработки. Мы достаточно комфортно себя в этой области чувствуем, но не полагаемся как главное направление. Главное направление это, конечно, возобновить те переговоры с Международным валютным фондом, которые мы продолжали в декабре, но не закончили в январе. С тем, чтобы уточнить программу 2000 года. И после президентских выборов, чтобы мы смогли уже, думаем о том, разработать более широкую и более долгосрочную программу. Не на 6 месяцев, а, скажем, на 3 года. Такие наработки сейчас делаются. Это параллельная работа. Она связана с подготовкой, скажем, платформы для будущего правительства, которая будет сформирована после выборов. С тем, чтобы, не теряя времени, будущее правительство могло немедленно приступить к реализации окончательного формирования и реализации новой программы. Ну и, собственно, третий вопрос. Как это все скажется на жизни людей? Потому что у нас в стране довольно часто происходит, что даже если страна может больше заработать и даже позволит себе больше тратить, то люди про это никак не узнают. Люди об этом узнают. Узнают, первое, в связи с тем, что инфляция снижается. Второе, в соответствии с уровнем инфляции, как минимум, индексируется заработная плата. Третье, что восстанавливается конкуренция на рынке. Восстанавливается слабо, но восстанавливается финансовый рынок. И это как раз задача и текущего периода, а в большей степени сразу после предельских выборов. Это как бы все эти рыночные основы, это существенные элементы функционирования экономики Российской Федерации, которая уже основана на рыночных принципах. И как, если мы вспомним, как у нас, скажем, были ощущения 1997 года, когда люди считали, что уже живут в рыночной экономике. И все те положительные моменты, которые начали испытывать и использовать, они, я думаю, уже к концу 2000 года могут быть вновь восстановлены в полном объеме. В полном объеме? В полном объеме, я имею в виду те рыночные принципы, которые используются. Я не говорю, что оно может дойти до такого уровня, до уровня инвестиций, который был в 1997 году. Но сейчас уже есть совершенно положительные факторы того, что прямые инвестиции не падают. А сейчас даже увеличиваются. И это все вполне сочетается с прогнозами, которые дают эксперты по курсу доллара, где-то 35 на весну? Ну, я не разделил бы эти прогнозы экспертов по курсу доллара на весну 35. Курс, он обсчитан в соответствии с теми бюджетными параметрами и параметрами платежного баланса, на основе которых и формулировался бюджет, и все прогнозы делались. Здесь пока нет никаких оснований для того, чтобы таким образом ставить под сомнение. Все аспекты, которые закладывались при этих прогнозах, они пока выполняются. И мы надеемся, что мы сумеем их обеспечить, включая и внешнее финансирование, и включая реструктуризацию внешних долгов, которые являются существенным фактором всего баланса. И есть у нас уверенность в том, что мы общими усилиями и при поддержке международного сообщества сумеем эти параметры выдержать. Спасибо огромное, Михаил Михайлович. Я искренне желаю вам, чтобы все, что вы задумали, получилось, ну и чтобы мы все узнали про это, так сказать, не только из телевизора, а как-то иначе. Здесь и сейчас. Спасибо. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ.